Здравствуйте. Здравствуйте. Кузнечник? Здравствуйте. Притягивайте. Привет. Привет. А что ты как отворачиваешься? Я как будто не признал. Нет, как раз почему-то не отворачиваюсь. Признал. Как поживаешь? Да нормально поживаю. Я просто вообще не ожидал тебя увидеть здесь. Я тоже не ожидал тебя здесь увидеть. Увидел. Так, подожди. Жду. Визу отняли почему-то здесь, ты же с Америки. Что и так? Нет, визу не отняли. Ну что, уже что? Ой, прости. У меня есть просто определенное хобби. Так. Вне работы такси. Я хожу на свидание с девушками. Только лучший таксопарк. Только такси-хайп. Ждем именно тебя. Ватсап и телеграм в описании. Приходи. Подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки. Когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Ничего себе. У тебя хобби интересное. У всех своих хобби. Кто-то марки коллекционирует. Кто-то бабочек. Кто-то бухает. А я хожу на свидание с девушками. Сайта знакомств. Бывают у меня такие истории. А, то есть, ты не американец? Я не американец. На заводе, на американском ты даже не работаешь? На заводе американском я тоже не работаю. Понятно. То есть, помимо того, что ты ходишь на свидание, как увлечение, тебе еще нравится разыгрывать девушек, да? В таком ключе? Ну, да. Получается, что так. Интересные девки прячут. Интересные девки прячут. Я тоже был не готов тебя увидеть, если честно. Я не заготовил какую-то... Даже не знаю, как это назвать. Отмазку или придумку какую-то, да? Такси это просто хобби, да? Такси это хобби, да? Такси это хобби, я на самом деле долларовый миллионер, да. Ага, короче, ну ты просто в такси работаешь, да? Я работаю в такси, да. Ну, вообще-то можно было бы в прошлый раз с этого и начать. Ну, это было бы не так впечатляюще. Впечатляюще? Да. Ты же впечатлилась, ты же на паспорт-то повелась в итоге. Ну, как я должна тебе поверить? Ну, смотри. Американский паспорт. Американский паспорт. Вот. Это мой паспорт американский. Но ты понимаешь, какая... Ну, то есть, сейчас-то что мы можем сказать уже про меня, что я, в принципе... Ну, повелась это, знаешь, как сказать. Повелась это очень неправильное будет слово, потому что не все готовы. Как бы не каждый день я вижу какие-то американские паспорта. Сначала ты там на заводе, потом ты на американском заводе. И такая вся история получается. То есть, я, в принципе, сижу и не понимаю, что происходит. Соответственно, у меня эмоции, на которые ты меня смог... Подловить. Подловить, да. И то есть, ну, и сам понимаешь. Тем более, наша-то с тобой ситуация, как бы, не самая приятная получилась. Ты же понимаешь, что не каждая девочка готова жить, там, я не знаю, с каким-то пьяницей, нищебродом, там, и так далее. То есть, любой девушке хочется нормального парня рядом мужчину иметь, который будет ее, как бы, защищать, скажем так, от всего. Ну, а по итогу-то ты сама готова к тому, чтобы выйти замуж, скажем, за лейтенанта, да, не готового генерала получить. Так, вот в чем все хотят. Так почему нет? Сразу, чтобы вот упала, куча всего сразу завалила. Так, конечно, я готова. Почему нет? Я-то обычная девушка, простая. Я готова найти себе перспективного молодого человека и вместе с ним как-то развиваться. То есть, тут просто у нас ситуация такая была, ну, прям, дурацкая. И ты же сам согласен, что это вообще было странно, в принципе. Если бы ты сказал нормально, что ты вот таксист, ты работаешь там, и мы бы просто поговорили. Я же все-таки тоже человек, я готова к построению отношений, как ни крути. Вот когда ты, вот когда ты вот так себя позиционируешь сейчас, ты в 10 раз красивее, даже в 20 раз красивее и привлекательнее, чем когда ты, ну, мы выяснили, что в чем, когда ты немножко теряешься на фоне вот каких-то резки меняющихся обстоятельств. Ну, да. Мне кажется, любая так отреагирует, но согласись. Ну, возможно. Главное, чтобы ты сейчас не лукавила. Ну, как, я не знаю. Доказывать я в любом случае ничего не собираюсь. Ну, это понятно. Да, это, да, это как бы тут верить или нет, решать только тебе. Но, в принципе, я никогда не искала какую-то там добычу себе, какого-то супер богатого мужика и там на все готовенькое. Потому что, знаешь, я тоже понимаю, в нашей жизни так. Мужчина богатый, он при деньгах, у него все есть, он уже все, там, миллионер. И женщинам не факт, что одна с ним будет дальше жить. То есть он их тоже в корчатке может быть, ядет. А когда ты находишь перспективного парня, вместе с ним развиваешься, ну, вы уже друг друга цените по другому, вы уже смотрите друг на друга. То есть ты не считаешь самой, не знаю, сексуальной стороной мужчины его кошелек? Нет. Самая сексуальная сторона мужчины, это слова его и действия слова, которые он держит. И желание развиваться как-то. Жалко, я уже, видать, опростоволосился в этом моменте, я уже причесал тебя и не являюсь тем, кем себя заявил в прошлый раз. Поэтому чувствую, что мне на этом поприще удача уже не светит. Свою самую сексуальную часть я уже пропотерял. Ну, просто мы так с тобой толком и не поговорили. Это, по большому счету, получается, был просто какой-то прикол. Ты хотел посмотреть на мои эмоции. А друг другу, честно в глаза посмотрев и нормально, честно, с друг другом поговорив, мы так и не поймались в какой-то момент. Поэтому почему не поговорить откровенно, честно, а сейчас почему нет? То есть, когда ты уже совершенно по-другому, я тебя вижу с другой стороны, с твоей нормальной, настоящей, без вот этих вот шуток каких-то странных. То есть, у таксиста Евгения был бы шанс? Да почему нет, конечно, был бы шанс. Если мы нормально пообщаемся, если мы поймем, что мы, в принципе, там, по целям... Так, пока, ты был бы или есть? Ну, есть, можно так сказать. Ничего себе! Вот это поворот, знаешь, такой... Знаешь, второй раз мы уже увиделись, это тоже какой-то знак. Вот я только хотел тебе сказать, что... Причем так случайно, и я даже не знаю, как реагировать, если честно. Да. Ну, обычно в этом моменте люди говорят, что это судьба, да? Да, это судьба, видимо. Видимо, да. То есть, как бы мы ни о чем бы ни думали, да, то, соответственно... Ну, да. И что делать будем в итоге? Ну, мы подъехали, сейчас я остановлюсь. Угу, да, у меня надо сейчас идти. Так что будем делать? Что будем делать? Ну, у тебя номер мой есть, как там? Сможешь посмотреть, я вам скажу, я же подирал такси. Да, нет, там я не смогу посмотреть, давай ты мне прозиткуешь. 911. Хорошо, так, и что в итоге? Ну, мы можем с тобой нормально. Нормально же можем пообщаться, почему нет? Это вроде простой. Да уж проще некуда, видимо, да? Ну, видимо, да. Я, да, тоже не королева, если я как королева не позиционирую. То есть, если мы с тобой пойдем на какое-то еще одно нормальное свидание, нормальное свидание, то ты придешь без короны, а я без американского паспорта. Да. Да? Да. Ты знаешь, я и сейчас без короны, а я и сейчас без американского паспорта, но мне нужно поработать, чтобы заработать на свидание, понимаешь, да? То есть, я не могу сейчас все бросить, и, например, сейчас пойти, я думаю, что я тоже там какие-то свои дела. Да, и, конечно, мы с тобой договоримся, обсудим, потому что я сейчас тоже на работу приехала. И когда у нас с тобой как-то выходной, может быть, западет, спешимся и договоримся о встрече, пообщаемся. Вот судьба злодейка. Если погода будет хорошая, мы можем и в парке погулять. И в парке погулять. Да. Давай... Так и сделаем. Так и сделаем. Тергости. Ну, хорошо. Будем прощаться. Да, да, мне уже поробежать. Давай. Вот. Подниматься не будем. Не будем. Пока. Чтобы не спугнуть судьбу. Да. Ну, все, хорошая тебе дня. Была рада видеть. Я тебя тоже. Спасибо. Ё-моё. Вот это, как я уже сказал, поворот. Вот оно, как бывает, граждане, а? Как бывает. Помню, у меня было несколько таких случаев, когда я первый раз появлялся в какой-то компании, каких-то людей от меня тошнило. А потом я с этими людьми спал. Это женщина, если что. И была любовь. Не всегда первое впечатление. Прямо самое верное, как многие могут. Как многие могут сказать. Ну, в общем, короче, я не знаю, это что такое теперь делать-то. А как быть-то? А вроде она и нормальная. И, блин, им нравится мне. Вот лицо у нее очень красивое. Ну, прям очень нравится. Очень нравится. Видать, все-таки вселенная знает, что делать. А кто я такой, чтобы сопротивляться вселенной? Тем более, я же могу с ней просто, я могу с ней просто, могу с ней просто, что выпить кофе. Хотя у меня уже от кофе вот здесь. Вот как быть? Вот как быть? Ведь не только низменные чувства двигают, двигают, двигают. Не только низменные чувства просыпаются во мне, когда я смотрю на нее. Ведь это же какое-то прям на вождение романтическое. Как быть-то? Пользоваться ситуацией или уйти в туман? Или не уходить в туман? Что делать-то? Делать-то чего? Как быть? Как быть? Как быть? Как быть? Как может как-то вывести ее? Есть еще сомнения, правду она говорит или нет, но не знаю. Может быть мне еще одну свиданку с ней замутить здесь и попробовать ее как-то что-то придумать, чтобы вывести ее на правду, как это все происходит на самом деле. Потому что говорить-то можно одно, а по факту же может быть другое. Как часто меня обманывали, как говорится. Напишите, что делать. Идти на свиданку. Придумывайте какое-то испытание. Или не придумывать никакое испытание. Прийти с букетом роз. Кинуться к ногам и сказать, будь моей. Всегда. Пишите. Девочка, 10 из 10. Я вам подсказываю, какие баллы нужно поставить. А когда она вот переобулась, она стала еще, как я бы сказал, более привлекательной. Ну, для меня, по крайней мере, не знаю, вы можете написать все что угодно. Спасибо, Господи! Начинается новый день. Очень неплохо. Очень неплохо. И вот тоже, да, что делать? Вот деньги за поездку взял, пускай по безналу. А вот вроде и не должен. Вроде как бы, ну, с другой стороны, даже моя работа. А вот здесь, как бы, все время тоже двоякая вот эта история. Не понимаю, пока не приняну для себя однозначного решения. Если бы был налик, наверное, я бы сказал, не надо. Но безнал, блин, типа, давайте на карточку обратно деньги кину. Ну, тоже какое-то такое себе, да. Всегда есть о чем подумать. Думайте, пишите, а я поехал. Пока-пока. Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше тысячи в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Продолжение следует.